Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Елена, мне 50 лет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу показать вам свой макияж. Многие у меня спрашивали в комментариях, как я его делаю. И вот сегодня я хочу с вами поделиться этим простым элементарным макияжем, таким же элементарным, как мой десерт из лаваша, который уже есть на моем канале. И многим он даже понравился, поэтому надеюсь, что и мой макияж вам понравится тоже. Кстати, буквально два слова отклонюсь. Я перед тем, как снимать это видео, посмотрела на ютубе, как снимаются вообще видео такого формата, ну как близко нужно сидеть камеры, в общем, какой должен быть формат меня в камере. И набрела там на видео, которое набрало миллион просмотров, больше миллиона. Называется «Ленивый макияж». Бог мой! Там на лицо нанесена база, тональный крем, какой-то там что-то светоотражающее, какой-то хайлайтер. В общем, там такой бутерброд на лице. Ну, не знаю, насколько это ленивый макияж. Мне бы, конечно, хотелось посмотреть на него вблизи, вживую, но мне кажется, это должно не очень хорошо смотреться. На камере, конечно, да, все это прекрасно смотрится, все это так выровнено, замечательно. Ну, и мне кажется, вживую это должно выглядеть не очень хорошо, особенно на возрастном лице. Ну, и мы плавно подошли к возрастному макияжу. Чем возрастной макияж, на мой взгляд, должен отличаться от молодежного макияжа? Мы с возрастом теряем наши краски, теряем наш пигмент. Конечно, его нужно восполнять с помощью макияжа. Но, вот как по мне, то он все-таки должен быть таким достаточно пудровым, неярким, приглушенным. Поэтому я не использую, например, карандаш для бровей, использую тени. Не использую подводку для глаз, использую только тени. В общем, я сейчас покажу вам, как я крашусь. И затем я поближе покажу ту косметику, которой я пользуюсь. Я самонадеянно считаю свою кожу неплохой. Цвет лица достаточно тоже неплохим. Поэтому я не пользуюсь тональным кремом. В общем, никогда им не пользовалась. Хотя нет, вру. Был у меня в моей жизни тональный крем. Наверное, лет пять назад. Я вот сейчас посмотрела срок его годности. Его годность закончилась... Срок его годности закончился в августе 2015-го. Выпущен он был в 2012-м году. То есть, ну, срок годности у него закончился уже очень давно. Ее, конечно, нужно выбросить. Я не знаю, зачем я его держу. Я его практически не пользовалась. Был у меня в жизни такой период, когда мне хотелось, так сказать, больше ухаживать за собой. Иметь такую ухоженную внешность. И я решила, что мне в этом должен помочь тональный крем. Это да, первый раз в жизни. Ну, это вот было, наверное, лет 47. Может быть, я его купила. Я купила тональный крем, и первый раз в жизни я купила себе пудру. У меня никогда в жизни не было пудры. Ни компактной, ни рассыпчатой. В общем, это было мое первое такое приобретение, потеря моей девственности. Что я хочу сказать? Не очень я понимаю разницу. Она, конечно, есть. Достаточно несущественная. Со временем все-таки лицо с тональным кремом мне перестает нравиться. Все равно, хоть это и не самый плохой тональный крем, который вообще есть в этой индустрии, но хорошо он смотрится только при съемках. Да и то не очень сильно заметно. В общем, не пользуюсь я тональным кремом. Уж извините. Сейчас у меня на лице только увлажняющий крем. Причем крем я наношу... Причем на лоб я крем не наношу никогда. Вообще никогда в жизни я не наношу и не наносила крем на лоб. Раньше он у меня был жирный. Давай-ка мы отсюда свалим, потому что вот сейчас мне совсем здесь не нужен. Все, давай, 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 давай отсюда. А то еще не дай бог жопой повернешься, и зрителям меня убьют. Иди отсюда. Говнюк такой. В общем, на лице у меня только крем. Я, кстати, уже давно хочу купить себе консилер, чтобы... Или корректор. Я их даже не различаю, боже, консилер, коллектор, корректор. В общем, чтобы замазывать кое-какие несовершенства, которые у меня есть на лице, а именно, мне не нравятся крылья носа, потому что здесь есть сосудики. Ну, может быть, чуть-чуть бы я закрашивала вот уголки, синячки под глазами, ну, прям самую малость. И одно пигментное пятнышко, которое у меня есть на щеке. Я бы тоже закрашивала. Пока у меня есть вот только такой консилер. Скорее всего, это хайлайтер, потому что ничего он на самом деле... Никакие несовершенства он не замазывает. Поэтому я и пользуюсь им. Не постоянно. Мне кажется, что это все такая фигня, по большому счету. Посмотрим. Теперь я крашу брови тоже тенями и вот такой скошенной кисточкой. Затем этой же кисточкой я делаю подводку. Подводку я делаю только по верхнему веку. Я даже в молодости не красила нижние ресницы тушью. Мне не нравится, когда у меня есть какой-то акцент на нижних ресницах. У меня сразу получается безумный взгляд. Я довожу только до середины глаза. Мне не нравится, когда мой глаз до конца сделать полностью по периметру. Если у вас другая форма глаза, по-другому растут ресницы, вам, наверное, может быть, хорошо будет. Ну, я провожу только вот, делаю самые уголки. Чуть-чуть вывожу уголок вверх, чтобы уголки глаз, ну, как бы, были немного вверх. Дальше я делаю тени. Раньше нужно было, значит, несколькими тенями делать. Здесь нужно было делать светлыми, под бровями светлыми. Здесь у нас темными. Сейчас так не мутно, поэтому я делаю по всему глазу, такими пудровыми тенями. Их цвет даже очень сложно как-то обозначить. Какой-то он такой грязно-сиреневый, бледно-грязно-сиреневый. Как говорят визажисты, углубляем глаз. Куда мы его там углубляем? Не знаю. В уголках чуть интенсивнее. Я все время размазываю еще пальцами. Я привыкла делать макияж пальцами. И тушь. Тушь у меня, к сожалению, уже закончилась. Я уже ее много раз разбавляла. Но сейчас сложно купить свежую тушь. Если бы тушь была свежая, то, конечно, времени бы это потребовало меньше. Чуть-чуть прокрашиваю нижние уголки. И буквально только дотрагиваюсь кисточкой до ресниц. Если вы меня спросите, какой косметический продукт единственный будет в моей косметичке, если вот все заберут, какой или иным продукт ты себе оставишь, это будут румяна. У меня были долгие годы, когда я не красила лицо ничем. У меня не было даже туши в косметичке. Единственное, что у меня было, это были румяна и блеск для губ. Вот без румяна я практически не выхожу на улицу. Как говорит мой папа, нанести здоровье на щеки. Мне нравятся и кремовые структуры, и сухие структуры. Ну вот сейчас это будет кремовое, и ее мы наносим пальцами. Чуть-чуть здоровье на щеки. Остатки. У меня длинный нос, поэтому я его уменьшаю с помощью румян. Уменьшаю свой выдающийся подбородок теми же румянами. Ну, собственно, и все. У меня, конечно, есть пудра. Но, признаюсь честно, я и никогда не пользуюсь. Редко-редко, когда мне хочется просто совершить этот ритуал. И мне кажется, ничего эта пудра не дает. А мы сейчас и проверим. Вот мое лицо без пудры. Я не буду наносить его по всему лицу. Я не хочу, чтобы уходил блеск от крема со щек. Поэтому я нанесу его только на лоб, на нос и на подбородок. Ну что, сильно я изменилась. Сильно я похорошела. Ну и губы. Добиваю я свою Шанель с помощью кисточки. Макияж готов. Немного красок на лицо. Ну, мне кажется, так получше стало. Если вам понравилось это видео и я в этом видео, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал. И до новых радостных встреч!